Хирург Александр Пряхин не спускает глаз с экрана монитора. От того, какое положение примет эндоскоп, зависит исход операции. Видеокамера, встроенная в прибор, помогает врачу быстро реагировать на каждое движение. Уменьшает травматичность операции. И простым языком операция выполняется более аккуратно, более тщательно. Но скоро за самими хирургами установят систему наблюдения. Депутат Госдумы по вине врачей, оставшийся без правой руки, предлагает узаконить видеосъемку во всех операционных страны. Это поможет защитить пациента от врачебной ошибки, которую в России крайне трудно доказать. У медработников появится профессиональная ответственность за каждую операцию, пункцию и биопсию. Свидящее око с максимальным зумом будет следить за каждым движением хирурга. Позже информация будет заархивирована и передана пациенту или его родственникам. Но не будет ли такая видеосъемка отвлекать, пусть даже психологически, самих врачей от работы? Это удар по творчеству. То есть мы не подходим, бывает, стандартно к пациенту. Надо подойти творчески, обсудить, подойти неординарно. И поэтому это просто будет удар, серьезный. Это может быть какая-то моральная травма для того же самого хирурга. Запись хирургических вмешательств будет осуществляться только с согласия пациента. Горожане поддерживают подобный видеоконтроль. Бывают же всякие случаи, последствия, чтобы можно было доказать пациенту. Наверное, да, наверное, можно. Это было бы очень хорошо, потому что после операции всякое бывает, и доказать это будет сложно. А, наверное, с видеокамерами это будет лучше. Закон пока не принят и даже не рассмотрен. Но по данным Лиги защитников пациентов, ежегодно от ошибок врачей в России умирает 50 тысяч человек. Алла Бредихина, Иван Генералов, ОТВ.